Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодня воскресенье, 24 февраля. Завтра, как и планировалось, я начинаю обучение по своему курсу биржа для чайников «Новый поток» с 25 февраля, как и обещал. Все идет по плану. Если кто-то еще хочет, собирался, но не сделал этого, не подключился, то есть еще все возможности для того, чтобы сделать это. Вот там вот вы сейчас увидите ссылочку, буквачка «И», нажмете на нее «Биржа для чайников», выбираете, записываетесь на курс живой, тренинг «Биржа для чайников», и вы сможете еще подключиться. И я могу сказать, что первые два или три занятия будут, ну, еще можно будет подключиться в процессе, потому что первые два или три занятия мы будем медленно входить в этот процесс, и там будут задания такие, что, ну, открыть брокерский счет, значит, там, как его пополнить и так далее. Поэтому если у вас уже открыт брокерский счет, но вы еще не умеете работать, вы и хотите научиться, то вы вполне можете начать это делать. Вот прямо сейчас я планирую сделать первое подключение пробное. Я уже разослал письма тем, кто подключился на живой тренинг. Вот те, кто на заочном варианте, будут получать все задания, все занятия в записи, и, ну, запись будет всех занятий вестись, естественно. Вот после того, как запись будет обработана, все записи будут подключаться в общий плейлист, и те, кто на заочном, будут иметь постоянно доступ к обновляемому плейлисту. Вот сегодня я планирую вот сейчас в 15 часов начать первое подключение пробное. Если у кого-то не получится, то обязательно, те, кто уже записались, обязательно сообщите мне на e-mail мой, он у вас есть. Я только что разослал письма всем. Обязательно сообщите мне, у кого не получилось, я свяжусь с вами лично, и мы будем подключаться, потому что, ну, это важно, вот, чтобы у всех у вас было подключение. Занятия будут проводиться понедельник, среда, суббота обычно в течение месяца. Каждое занятие будет примерно по 2 часа. Занятия будут проходить в специальной программе Zoom. Вам на почту, тем, кто записался, уже выслана ссылка на эту программу, на эти занятия. Подключайтесь, пожалуйста. Прямо сейчас я вещаю из этой программы, из этой системы. Но пока еще, вот, я смотрю, никто не подключился. Вот, ну, письма я всем разослал. Для подключения нужно иметь компьютер. В принципе, можно на планшете, теоретически можно на телефоне, но на телефоне очень мелкий экран, вы мало что увидите. Это, во-первых. А во-вторых, ну, на компьютере надо устанавливать, то есть я буду рассказывать о том, как устанавливать программу Quick, как ее конфигурировать без компьютера, там, в общем-то, особенно, или, ну, по крайней мере, без хорошего планшета. Ну, вряд ли у вас получится торговать, и, наверное, это не имеет смысла. Какие требования к компьютеру? К требования к компьютеру достаточно невысокие, минимальные требования. Он должен иметь доступ в интернет. Ну, собственно говоря, и все. То есть там не требуется каких-то таких вот гигантской памяти, там, или видеофункций, ничего такого особенного там не требуется. И, милости просим, давайте заниматься уже вместе, осваивать азы о том, как пользоваться биржей. Почему это надо делать? Потому что, ну, фондовый рынок – это хорошо, во-первых. Во-вторых, надо держать руку всегда на пульсе. Вы сможете абсолютно спокойно, ну, во-первых, делать вклады. Мы начнем с таких инструментов, как облигации, абсолютно надежные инструменты. Это уже надежнее, чем любой вклад в любом банке, даже в Сбербанке. Это надежнее. Вот, потом дальше переходим к корпоративным облигациям, которые дают намного больше высокий процент, но, извините, значит, там и немножечко уже есть риск, и мы будем с вами оценивать степень риска, как смотреть на это дело. А потом уже акции. Потом мы будем заниматься элементами технического анализа и фьючерсы, и опционы, в конце концов. Вот, то есть вот такие штуки. То есть мы будем устанавливать заявки, устанавливать стоп-заявки. Это очень-очень важно для того, чтобы ограничить наши с вами убытки, которые на бирже весьма, ну, как бы вы знаете, что все пугают, что на бирже все несут убытки и так далее. Так вот, как не нести убытки, я об этом буду рассказывать. Вот, уже подключился первый человек, Людмила. Людмила, здравствуйте, вы меня слышите? Спасибо.